Девушки отдыхают Несмотря на то, что о снежной буре в четверг было известно задолгое, дороги в стране встали. Десятки аварий, техника коммунальных служб в кювете и дорога на работу, растянувшиеся на часы. Все это стало реальностью разбывшивавшейся стихии. Почти неделя борьбы за жизнь пятимесячного младенца, которого в Клайпеде в наркотическом угаре избил собственный биологический отец, не принесла результатов. Жизнь малыша угасла, а врачи говорят, что нанесенные травмы были несовместимы с жизнью. За несколько месяцев мошенники выманили у жителей миллионы евро. Правоохранительные органы удивляются. Казалось бы, уже давно всем известно о телефонных негодяях, которые стремятся заполучить личные данные, но наивных людей меньше не становится. Пока по всей Литве рынок недвижимого имущества замер, а количество сделок стремится к минимуму. В курортной паланге ситуация ровно наоборот. Богатые сограждане скупают жилье как инвестиции, а некоторые сделки с шестью нулями. Жительница украинского села в приграничии с Россией осталась единственным жителем своей деревни. Пожилую женщину не испугали ни обстрелы россиян, ни эвакуация всех соседей. Уникальные кадры прямо с фронта. Зима – самое непростое время для пернатых, которые остаются зимовать в Литве. Орнитологи и специалисты рассказали, как правильно подкармливать птиц, что оставлять в кормушках, а какие продукты категорически запрещены. В Литве бушевала метель. И с раннего утра в городах страны образовались километровые пробки. Многие водители жалуются на дорожников из-за того, что зима снова застала последних врасплох. В итоге многие сегодня опоздали на работу и не смогли вовремя отвезти детей в школу и в детский сад. По словам же дорожников, они работали всю ночь, но в юго оказалось сильнее. Не обошлось и без аварий по всей стране. Одна из самых крупных произошла в Паневеджийском районе, где столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. Хаос в столице начался рано утром. Водители и ругались, и обвиняли дорожников в том, что зима снова пришла внезапно. Люди ехали на работу со скоростью вдвое меньше обычной, потому что дорожное покрытие было покрыто снегом, смешанным с солью. Водители жаловались, что вместо привычных десяти минут дорога на работу занимала более часа. Многие в итоге опоздали и в детский сад, и на работу. Ну, знаете, как говорят, как корова на льду. Непонятно, почему под ним лед. Может, поливали водой? Ничего не почистили. Я проехал 70 километров по автостраде и встретил только две снегоуборочные машины. Не убрано. Дорогу чистят сами водители своим проездом. Люди не только винят дорожников, но и жалуются на нечищенные тротуары. Жители опасаются травм и передвигаются с трудом. Невозможно попасть в автобус. Снежная буря. Боишься упасть, свалиться. Жестоко. Опять не готовы к зиме. Все идет по плану. Ночью мы провели упреждающую посыпку, чтобы предотвратить образование толстого слоя снега и льда. А как только началась метель и снегопад, наши люди снова вышли на дороги, разбрасывая соль и убирая снег. Вильнюские дорожники утверждают, что посыпали дороги с часу ночи. При этом можно увидеть, какой проблемой стали дороги столицы для водителей грузовиков. Они вот так с трудом разъезжаются и не могут преодолеть подъемы, тем самым создавая пробки. Видите ли, у Вильнюса очень-очень своеобразный рельеф. Он расположен в глубокой долине реки Нерис. Это означает, что склоны долины, такие как Шишкинский холм, холм на Савонорю и другие возвышения, самые сложные. А так началось утро в Понивежисе. Массовая авария из-за скользкой дороги. Столкнулись четыре грузовых и два легковых авто. Четыре человека доставили в больницу, один из них в реанимации. Плохо выглядело. Не дай бог попасть в такое. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения водителям безопасной скорости движения на скользкой дороге. По прибытии пожарным пришлось освобождать одного человека из грузового автомобиля. И еще два человека передали медикам. Водители одного грузовика и водители легкового авто. Это все равно холм, а где выше, там автоматически более скользко. Может, у кого-то лысая резина. Одним словом, надо было только одного человека зацепить, и дальше уже... А пробки здесь огромные, сами понимаете. Пескоразбрасывающие машины также не выдержали испытания скользкими дорогами. В Велковишском районе одна из них сегодня утром съехала прямо в Кювет. Сильный снегопад также стал причиной заторов на центральных улицах Каунаса. Там люди тоже были вынуждены ехать гораздо медленнее, чем положено. В Щауляйском районе дорожные рабочие расчищали не только автомобильные дороги, но и тротуары. По их словам, работать начали в 6 утра, когда выпал первый снег. Но на жалобы водителей это не повлияло. Ужасно, ужасно, не убрано, понимаете. Действительно, проблемы для людей с утра, добирающихся на работу. Я видела, по крайней мере, несколько аварий. Ну, вы знаете, я приехал из Родвилишского района, поэтому здесь не так плохо, если вы на машине. Но когда на всех парах, а меня даже обогнал один, то это нехорошо. К полудню снег на большей части территории Литвы сменил дождь. Дорожные службы предупреждают, что в некоторых районах страны образуется гололед и призывают людей при необходимости оставаться дома. Скончался избитый в Клайпеде собственным отцом и выброшенный из окна пятимесячный мальчик. Говоря о травмах, которые получил малыш, тяжело слова подбирают как врачи, так и прокуроры. Выяснилось, что 25-летний изверг, одурманенный наркотиками, не выдержал плача ребенка. Вытащил его из кроватки, бросил о пол, позже вырвал из рук прибежавшей матери и выкинул через окно. Это происшествие потрясло всю Литву. Врачи Каунаской больницы сообщили, что пятимесячный ребенок, избитый собственным отцом и выброшенный через окно, скончался. Причина ужасной трагедии – якобы изверг не смог вынести плача младенца. Травмы были нанесены в результате ударов. После удара об пол мы диагностировали сильные ушибы и травмы головного мозга, которые фактически несовместимы с жизнью. Он поступил в совершенно критическом состоянии. Приходилось обеспечивать функционирование внутренних органов. Это дыхание и работа сердца. Тяжело слова подбирают и прокуроры с большим опытом, которые многое повидали на своем веку. В этой ситуации рассказать каких травм не было быстрее, чем какие были. Мать малыша все время дежурила в больницах. По словам свекрови женщины, во время трагедии она находилась на кухне и готовила ребенку смеси. Когда она зашла в комнату, то увидела, как ее сожитель Эдуард Андреев бьет ребенка об пол. Он там звонил, а она умоляла его вызвать скорую. Он сам позвонил, насколько я знаю, но сказал что-то другое. Он говорил полиции или кому-то там, что по такому-то адресу насилуют и убивают несовершеннолетних. Какую-то такую несуразицу. А когда он увидел, что приехала полиция, он и выбросил ребенка из окна. Вся Литва с субботы следит за этой историей. Наверное, нет человека, которого не потрясла бы смерть младенца. Одни растят, жаждут дождаться, а другие попросту уничтожают и не дают жить. Я шокирована этим. Я сама воспитываю тоже пятимесячного мальчика. Ужасно страшно. В чем виноват этот ребенок? Ведь ни в чем. Невозможно, чтобы такое не тронуло. Каждый, наверное, в ужасе от этой трагедии. Страшно. Действительно страшно. И очень жалко. Для меня это самое жестокое, что только может быть. Не знаю. У Витя такого человека не знаю даже, что можно сделать. Сейчас где-то убийца, Эдуард Андреев, заперт в психиатрической клинике. Пока за жизнь младенца еще боролись врачи, он проходил по статье «Причинение физической боли и незначительном повреждении здоровья». После смерти ребенка его будут судить уже по другой статье. Убийство особо тяжелым способом малолетнего беззащитного члена семьи. За вторую часть 192-й статьи самое строгое наказание – пожизненное решение свободы. Министр социальной защиты и труда говорит, что ведомство проводит специальную проверку, которая должна завершиться до Рождества. Одна из основных причин, а это уже не первое несчастье – употребление наркотиков. Думаю, что это уже сейчас можно констатировать. Мне были представлены именно такие данные. Проверку проводит и самоуправление портового города. Цель – выяснить, как вели себя все звенья социальной помощи в Клайпиде, которые знали о проблемной семье. Сейчас им, к слову, также оказывается психологическая помощь. Я поручил вице-мэру Вайди Раугяре сформировать комиссию и проверить, как этот случай, так и деятельность всего центра помощи в целом. Через две недели Эдуард Андреев будет доставлен в суд. Здесь и решат судьбу 25-летнего изверга. Минувшим летом и в начале осени мошенники пытались выманить у жителей Литвы более 5 миллионов евро. Аферисты все чаще выдают себя за известных журналистов, артистов и даже глав государств. С помощью различных уловок в социальных сетях они пытаются похитить личные данные и убедить пользователей инвестировать в фиктивные платформы. Лишь для того, чтобы позже опустошить их банковские счета. Известный литовский исполнитель Видас Барейкис под прицелом интернет-мошенников. Правда, выманить деньги они пытаются не у самого музыканта, а лишь используют его имя, чтобы убедить людей инвестировать на своих сомнительных платформах. В социальных сетях появились подобные фейковые сообщения, якобы от имени Барейкиса. Вы добьетесь стабильного роста капитала и долгосрочной прибыли. В последние годы мои подписчики в Инстаграм и Фейсбук присылают мне много фото и видео, на которых я то на Феррари новый заработал, то открыл секрет, как получить 2 миллиона, то еще что-то. По словам исполнителя, раньше он не придавал большого значения промыслу аферистов, но его взгляд изменился после личных встреч с их жертвами. «Гулял раз по взморью и подходит ко мне человек с собакой на поводке. Он на полном серьезе говорит, как хорошо, что я вас встретил. Вчера прочитал, что можно заработать 2 миллиона. Теперь вот думаю, вкладывать, не вкладывать. Но раз уж я вас встретил лично, то расскажите мне сами. Мне очень грустно, что есть такие люди, которые на все это ведутся». Типичная схема мошенничества проста. Непредусмотрительный человек переходит по ссылке в сообщении, затем вводит данные своей банковской карты. Тогда-то злоумышленники попросту опустошают счет своей жертвы. Причем выдают они себя не только за артистов. От внимания мошенников не ускользнул и ведущий новостей ТВ3 Артурас Анужес. Анужес поясняет, что хотел собственноручно испробовать новую платформу «Миллиардера». «Такие мошенники не только обманывают людей, но и ломают судьбы некоторых из них. Я знаю один хороший пример. С ним ко мне обратились знакомые. Их обманули мошенники, которые обещали, что на вложенных деньгах удастся заработать сотни тысяч. На деле получилось, что те мои знакомые инвестировали крупные суммы – более 100 тысяч евро. Но все эти деньги пропали». Подобных примеров в Литве уйма. Лишь в период с июля по сентябрь этого года финансовые мошенники пытались выманить у населения страны более 5 миллионов евро. За эти же месяцы злоумышленники присвоили почти 600 тысяч евро. При этом средний ущерб на одну жертву составил около 1200 евро. В Центре по борьбе с дезинформацией DeBank.org призывают не терять бдительности, поскольку в Литве массово распространяются фейки. «Мы обнаружили огромное количество таких объявлений – 1140. Мы выяснили, что их просмотрели как минимум 10 миллионов учетных записей». Мошенники также скрываются за личностями литовских лидеров – президента и премьера. После интервью Ингриды Чеманетик к банкоматам стягиваются тысячи людей. «Этот процесс очень сложно контролировать. Мы ведем очень много дискуссий по этому вопросу, в том числе с руководителями социальных сетей. Они постоянно утверждают, что борются с такими негативными явлениями. Но, конечно, у каждого из нас есть свое мнение на этот счет». По словам главы правительства, сегодня борьба с дезинформацией в приоритете у всего Евросоюза. «С одной стороны, не хочется цензуры, ведь некоторые из нас при ней жили и знают, как это выглядит, когда редактируется содержание, а людям не разрешается высказать свое мнение. Но, с другой стороны, ложь – это не мнение, а введение людей в заблуждение, и это является преступлением». Специалисты по кибербезопасности предупреждают – мошенничество в интернете становится все более изощренным. Например, в Польше аферисты распространили видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. На нем премьер Матеуш Моровецкий якобы призывает людей инвестировать в липовый госпроект. «В небольшом окне Фейсбука изображение выглядит очень правдоподобным. Рядовому гражданину практически невозможно заметить, что это видео – подделка». В борьбе с вредоносными текстовыми сообщениями, звонками и ссылками участвуют и литовские госучреждения, такие как служба по регулированию связи. «В среднем ежедневно блокируется более 2000 вредоносных ссылок. Эффективность этой меры зависит от того, насколько быстро ссылки появляются в реестре. В среднем за день удается защитить не менее 2000 пользователей». Глава центра adibank.org напоминает, что о вредоносных сайтах можно сообщить через сайт этого центра. Дескать, чем раньше о таком контенте узнают специалисты, тем быстрее власти смогут его заблокировать. В то время как в Литве количество сделок по покупке недвижимости снижается, в Паланге, что тоже в Литве, оно растет. Здесь покупают жилье студенты, заработавшие состояние на криптовалютах, состоятельные предприниматели и звезды литовской эстрады. По словам риэлторов, недавно они продали квартиру за 1 миллион евро и дом за 2 миллиона евро. Эксперты, однако, скептически относятся к таким цифрам. Эксперт по недвижимости Ромас показывает дом одной из звезд литовской эстрады в роскошном и популярном районе Паланги, Кунигишкай. «Вы видите наш стандартный одноэтажный дом. Это большая редкость, особенно в Кунигишкай, особенно на берегу моря. А в 47 квадратах мы можем уместить две спальни, и в них есть ниши для шкафов». Дом имеет общую зону с кухней, поэтому, когда литовская звезда ставит на кухне диван-кровать, он может разместить гостей, которые не помещаются во второй спальне. Здесь имеется также терраса с зеркальной дверью, ведущей во внутренний двор. «У нас есть внутренний дворик, где можно, опять же, как в данном случае, сделать джакузи, пенную ванну, оборудовать системе полива». По словам эксперта, рынок недвижимости в этом районе существенно отличается от всего литовского. В основном люди покупают здесь жилье для летнего или зимнего использования. Стоимость одного квадратного метра в таких объектах начинается от 2200 евро. Таким образом, жилье площадью 28 квадратных метров с двором можно приобрести за 80 тысяч евро. «Кажется, человек мог бы позволить себе больше, но это второе жилье. Он охотнее инвестирует туда, где живет постоянно, в какое-то свое, впилайте в Вильнюсе. Ну, а второе жилье может быть и подешевле, тем более площади сокращаются, количество комнат сохраняется». Россияне также были популярны среди покупателей домов Кунигишкай. Однако еще до начала войны в Украине их покупательская способность уменьшилась. «Вот уже около пяти лет я могу сказать, что их очень мало. Их действительно мало. Может быть, раньше они и покупали, но сейчас они не покупают, они не инвестируют». Однако, по словам продавцов недвижимости, большинство сделок в Приморском районе совершается в Кунигишкай. В остальной части Паланги ситуация совершенно иная. Жилья на продажу выставлено больше, чем желающих его приобрести. «Сегодня предложение составляет от 600 до 700 квартир. Для населения численностью 18 тысяч – это действительно больше, чем в Вильнюсе. В столице 2-3 тысячи предложений. Это не так и много по сравнению с общей численностью населения. Так что у нас очень большой запас предложений». С этим согласны и другие эксперты. Они утверждают, что зачастую даже официально представленные данные о сделках не всегда отражают реальную ситуацию. «Хотя мы читаем и видим статистику центра реестров о том, что продажи выросли на треть, мы с успехом приходим к выводу, что это просто завершенные сделки без всех бронирований, которые произошли за период карантина». Однако литовцы с деньгами – это исключительная группа. По мнению специалистов, такие люди очень внимательно следят за ценами, наблюдают за наступающими или проходящими кризисами и более или менее постоянно покупают недвижимость в Паланге. Причем денег на это они не жалеют. Недавно американская пара из Литвы купила дом за 2 миллиона евро. Другие клиенты приобрели квартиру за 1 миллион евро. И, по мнению экспертов, число таких сделок будет только расти. «Настанет время, когда в Палангу приедут богатые люди, которые не смогут жить летом во Флориде, Испании или Франции. Там летом слишком жарко и жить невозможно». Однако и в других странах, популярных у литовцев, можно найти недвижимость по таким же или даже более низким ценам, чем Паланге. Вот, например, трехкомнатная квартира с террасой в Испании. Цена за квадратный метр здесь составляет 2000 евро. А этот дом с бассейном и видом на Ионическое море в Италии – 2500 евро за квадратный метр. А вот в других наших приморских городах ситуация с продажами недвижимости еще больше ухудшилась. Если в Клайпиде сделки медленно, но совершаются, то в Ниде наблюдается полный застой. «Поскольку предложение крайне низкое, мы берем Ниду вместе с Прейлой, с Пярловкой, с Йоткранте. И количество сделок там за последние полгода – единицы». Сейчас цена квадратного метра в Паланге колеблется от полутора до десяти тысяч евро. В Ниде цена квадратного метра начинается от пяти тысяч, в Клайпиде – от двух тысяч евро. В десяти километрах от страны-агрессора в Харьковской области в одном из сел осталась всего лишь одна постоянная жительница – бабушка Вера. Бесстрашная женщина за время войны в Украине успела пережить постоянные ракетные атаки, увидеть, как разрушают ее дом, сбежать из белгородской больницы и все еще верить, что вот-вот на родных улицах вновь появятся ее соседи. Как живут люди вблизи границы с Российской Федерацией? Далее в сюжете. Бабушка Вера встречает гостей не дома, а прямо на дороге. Говорит, засыпала ямы. Все для того, чтобы соседям, которые со временем будут возвращаться домой, было проще ехать. Ну а пока женщина – единственная постоянная жительница села Дементьевка. «Да ничего, господи, все неправда, бомбыли немного. Детвера ругаются, мама, что вы там делаете? Я говорю, как что делаю? Порядок он во дворе навела». Двор бабушки Веры сильно пострадал от вот этих вот российских снарядов. Они разрушили дом, гараж и летнюю кухню. «Оставила, думаю, пускай. Посмотрят. Вот это штук 15 на год. Да, наверное, штук больше, чем 15. Я их вот туда поскладывала». Вере почти 76 лет. Они с мужем более 20 лет назад купили небольшой участок земли и все здесь построили своими руками. «А что думать? Ну что думать? Поплачу, да и все». Когда оккупанты разбили дом, один из осколков попал женщине прямо в ногу. Вера очнулась в белгородской больнице, но после лечения оставаться в России женщина наотрез отказалась. «Только в Украину отправляйте, больше никуда не поеду. Говорю, сяду вот тут, возле вашей больницы, и буду сидеть, как попрошайка. И тут меня невестка нашла, куда она только не звонила, к волонтерам обращалась. Семь дней я ехала, пока выехала оттуда». Когда вернулась домой, в первую очередь занялась огородом. Насчитала на нем 12 воронок. «Смотрите, это все маленькое». Отпускать гостей без гостинцев – это не про бабушку Веру. «А чеснок тебе дать?» «Нет, спасибо». «А чего?» «Там не мама передает». А живет пенсионерка в едва отремонтированной летней кухне. «Сколько градусов? 18 градусов». Говорит, греет печка и свет от солнечной батареи. Но вот мыши и правда сильно донимают. «Все едят. Сосед пришел, говорит, у меня все сигареты поили. А я говорю, я поскладывала бочки, текут же, побытые бочки. Так я сюда везь. Потому что, ну что, и воняет же оно мышами, а так оно и не воняет». Но дети бабушки Веры запрещают ей зимовать в селе и настаивают, чтобы она переехала к ним в Харьков. «Как морозы пить». А еще у Веры есть мечта. «Чтоб возвратились все, кто тут жил. Чтоб соседи были, чтоб мир быстрее был. Вот что я хочу. Чтоб дети наши и внуки пожили. Чтоб все здоровы были. Вот что я хочу». С наступлением холодов натуралисты призывают людей позаботиться о птицах. Сейчас самое время устанавливать для них кормушки и подсыпать в них корм. В поисках его уже прилетают не только синицы, но и воробьи, дятлы, поползни, а также скворцы. Все чаще зимующие в Литве. Но прежде чем кормить птиц, кормушки следует хорошенько почистить, говорят специалисты. А давать пернатым остатки с обеденного стола ни в коем случае нельзя. И это уже второй такой завтрак за утро. «Так много едят». «Сколько раз за день подкармливаете?» «Два, три». Хотя корма уходит много, кормить синицы и других мелких пернатых для 87-летней Янины из Вильнюса одно удовольствие. К этой кормушке женщина ходит уже 40 лет, как только начинают убывать дни в преддверии зимы. «Уж очень я люблю это занятие. И так с самого детства». Чем кормить пташек Янина прекрасно знает. «Нельзя давать хлеб, он вреден для их желудка. Можно подкормить булкой или крупой». В Содружестве орнитологов подтверждают, сейчас самое время наполнять кормушки подходящим кормом. Ведь дни становятся короче, а многие птицы не успевают добыть себе пропитание в природе. По словам специалистов, лучше всего пернатым давать семена подсолнуха, но только не соленые. Можно делиться даже незасоленным салом. Его обожают некоторые виды птиц. А вот каша и другие остатки со стола в чёрном списке. «Подходишь к городской кормушке и находишь там кусок пиццы или бутерброд. Это негуманно по отношению к птицам. Так поступать не следует». Чтобы привлечь больше видов птиц, можно кормить их пшеном, пшеницей, семенами конопли или орехами, говорят специалисты. При разнообразном питании такая битва за лакомое зерно может разразиться не только между синицами. «Также можно увидеть и воробьёв и соек. Зеленушки и снегири ещё может и не скоро появятся, лишь после того, как иссякнут их пищевые ресурсы. Их можно будет увидеть и в лесах, парках, но попозже. Чем разнообразнее корм, тем больше будет дятлов, особенно если подвесить незасоренного сала. Тогда может прилететь и дубонос». А какую кормушку поставить – вопрос фантазии каждого. Их можно купить или изготовить самому. Главное, подчёркивают орнитологи, чтобы внутри было чисто. «Гигиена важна не только для людей, но и для животных и птиц. Если вы очень активно их кормите, то следует раз в месяц прочищать кормушку. Если остаётся скорлупа, её надо относить на компост». По словам специалиста, в идеале кормушка должна быть расположена рядом с кустарниками. И лучше повыше, чтобы дворовые кошки не представляли для синиц опасности, не крали сало. Начав кормить птиц, останавливаться не стоит, ведь пернатые к этому привыкают и начинают ежедневно прилетать на одно и то же место. Если с наступлением морозов они не находят там корма, то могут и погибнуть. А вот водоплавающих птиц натуралисты настоятельно призывают не подкармливать. Такие пернатые, как утки и лебеди, могут попросту разучиться добывать себе пропитание, что в зимнее время для таких птиц верная смерть. Ну что ж, друзья, ещё во вторник самый точный в мире прогноз погоды дал наш коллега Наглис Шулия. И сейчас, сейчас в четверг, он даст прогнозы на пятницу, субботу, воскресенье. Так что слушайте внимательно. Здравствуйте, Наглис. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, наши зрители. Я в восторге от ваших прогнозов. Ещё во вторник вы точно предсказали всё, что сегодня случилось. От метели и снега до дождя после обеда. Что нас ждёт дальше? Ну, это снегобесие уже проходит. Действительно, уже всюду дождь смывает понемножку этот снег, который сегодня выпал. И уже всё, ситуация улучшается на дорогах. В первую очередь на дорогах. Но вот как у нас мы видим в нашей картинке, если посмотреть GMT, вот днём уже видно было, как вот всё тает, тает, тает и дождь на камере. И побережье Клепеда, даже Балтийское море понемножку успокаивается. И волны уже не такие большие. И всё тоже вот облачно, тепло и влажно. Смотрим дальше, что будет. Видно, как у нас будет. Этот тёплый поток отталкивает, уносит холод. Даже ночной холод почти его не будет. В общем, такая умеренно тёплая погода во всём нашем пространстве. И только завтра вечером начнёт холодать. Литва. Этой ночью временами осадки. Сначала дождь, который мы видели на камерах. Потом примешивается и мокрый снег. Завтра днём обстрел из отдельных таких облаков, разрозненных мокрым снегом. Ну и температура. Температура. Даже ночью будет 1-3 тепла и на побережье 4-5 тепла. А завтра днём на 1 градус выше. 2-4, на побережье 5 градусов тепла. Значит, завтра картинку, когда будем смотреть вот эти камеры, зрелище будет уже совсем другое. Вот. И на последующие двое суток, суббота, погода успокаивается. Будет то там, то сям, немножко снег будет идти. И ночью будет вот несколько градусов мороза, днём около нуля. В воскресенье тоже будет местами снег, но очень небольшой. И ночью уже будет где-то 3-5 градусов мороза, днём такой 1-3 градуса мороза, где-то около нуля. В общем, такая тихая, спокойная зима возвращается. На следующей неделе тоже будет такая зимняя погода, но вот такая очень мягкая, приятная зима. Да, наглесть. Главное, чтобы мягкая, приятная зима вновь не стала неожиданностью для коммунальных служб. Как это часто бывает. Не будет уже. Спасибо большое. Друзья, на сегодня всё. Это были новости ТВ3+. Спасибо, что смотрите нас. Доброго вечера и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!